Здравствуйте! Вы набрали код 812 и сегодня на наши 12 вопросов отвечает петербургский рок-музыкант, фронтмен группы электропартизаны Вадим Курылёв. Здравствуйте, Вадим! Добрый день! Какое ваше любимое место в Петербурге? У меня в течение жизни меняются, меняются эти места, нет такого одного, что будет всю жизнь. Когда-то, сколько-то лет назад, мне очень нравился летний сад. Ходил часто гулять. Потом я переехал в другие районы, да и с летним садом что-то стало не то, что-то его переделали. Мягко говоря. Да, и как-то у меня отбило охоту туда ходить. Вот сейчас мне больше нравятся парковые зоны на островах, на Крестовском, на Каменном острове. Вот там, в принципе. То есть у меня там немножко такое место силы. Я вот туда хожу или езжу на велосипеде даже чаще. На Крестовском именно, да? Да. Какое ваше любимое время годы в Петербурге? Я думаю, что поздняя весна, наверное. Ну, как сейчас, да? Типа, как сейчас. Начало лета, когда такое еще мягкое весеннее тепло. И город там просыпается, оживает, но еще нет летнего пекла. Вот, мне нравится. Хотя еще мне нравится, наверное, поздняя весна и ранняя осень. Прямо только-только вот в сентябре там немножко дождик еще. Еще люди ходят такие все красивые, загоревшие, в нарядных каких-то одеждах таких элегантных. Но еще не в зимних пальтох. Но еще не надевают на себя серые дождевики. Да, да. Ну и уже не ходят в этих майках и в трениках. Ваше первое детское ощущение от Петербурга? Ну, самое первое, я помню, наш дом на улице Ломоносова, где я жил с самого рождения. Ломоносово, дом 9, мне кажется. Дом рядом с институтом холодильной промышленности, где жили сотрудники института. Это мой дедушка, он работал на институте. В этом доме мы жили. Потом, позже, оттуда всех выселили и присоединили этот дом как корпус к институту. Но это вот был мой первый такой осознанный объект в этом городе. А так, конечно, я помню, что вот меня бабушка, например, в младших школьных классах возила... Мы ездили по Неве вот на кораблике, на экскурсионном. Тогда вот я впервые, наверное, увидел такие все наши панорамные красоты нашего города. То есть, в принципе, родители старались, да, как-то прививать любовь к городу. Ну да, а вот как-то вот откликалось то, что вы увидели, да? Ну, просто интересно, какие-то детские ощущения, что какой-то он... Ну, хотя, наверное, сравнивать не с чем особо было. Что какой-то странный, я говорю, ну, не такой. Ну, в детстве же еще нету опыта. Вот я про это, да, да, да. Знаешь, какие другие города. Ну да, да, я про это и говорю, да. Не очень понимаешь еще. Хотя, ну вот я помню, что... Ну, бабушка куда-то там ведет мальчишку. Ну, это не очень интересно с бабушкой куда-то там идти, да? Хочется где-то там с друзьями. Вот. Ну, у меня захватывало дух, когда вот от этих экскурсий, то, что мы с ней ездили вдвоем. И какие-то она там музеями водила уже в детстве. И вот особенно мне запомнилась эти панорамы Невы, дворцовые набережные, там мосты наши. То есть я вот уже с детства этим всем любовался, так скажем. Как, на ваш взгляд, отличается ли петербургцы от жителей других городов? Отличается очень сильно. И мне, как музыканту, это заметно всегда, причем было во все времена. Ну, когда я уже жил. И в разных группах я играл на разном уровне. То есть это дворцы спорта или это маленькие клубы. Публика петербургская, она очень сильно отличается не только от московской, а вообще вот просто от... От всей страны. Да. Считается, что петербургская публика самая строгая, самая изыскательная. Я не знаю, насколько публика действительно строгая, но ведет она себя гораздо строже, это точно. Да? Да. То есть то же самое все, вот ты в любом городе выступаешь. Реакция примерно, примерно одинаковая, везде сопоставимая. В Петербурге вообще, вообще другое. Ну, я знаю, что на театре примерно такая же ситуация. То есть сюда, конечно, все боятся ехать именно... Почему-то в Москве не так. Ну, я имею в виду там, а те трупы, которые... Ну, вообще же театры на гастроли приезжают сюда, и они Петербурга боятся как огня. Все артисты просто дрожат перед тем, как выходить, потому что они не знают, чего ожидать. Здесь якобы очень взыскательная, как раз такая строгая, жесткая публика. Не очень понимаю, с чем это связано, но в общем... Не знаю. Ну, культурная столица. Может, снобизм какой-то... Вот, мне кажется, вот не без этого. А может быть, на самом деле, ну... Я, например, если... Я же хожу тоже, например, на концерты там или на спектакли. Я себя веду очень скромно там. Но... Но вовсе не потому, что я сноб. А просто, ну, потому что... Мне кажется, что не надо себя вести вызывающее. Ну, если тебе нравится, ты похлопаешь подольше, встанешь стоя, похлопаешь. Вот, кстати, это важно, да. Но лёпать не будешь там или что-то такое, как бы... То есть в других городах это нормально, принято. А, ну, в Петербурге просто не принято. И даже те, кто родились не здесь, сюда приезжают, они всё равно... Это настроение схватывают и становятся... И начинают себя вести так же, как петербуржцы. Ну, это здорово. Поэтому, на самом деле, мне, как музыканту, меньше всего нравится выступать в Петербурге. Как-то ни странно. Казалось бы, что это вот родной город, и я этот город очень люблю. Но играть здесь в концерты, ну, просто это нужно больше собрать силу воли свою всю. Всю свою ответственность, там, эмоции. Очень большой... Ну, то есть чувствуется ответственность перед собственным, как бы... Как бы, да, не расслабишься. Ну, да, да. В других городах можно как-то более... У этого есть плюсы, есть минусы. Потому что рок-концерты – это всегда драйв, это какой-то... Ну, обмен энергии. Да, да. И бывает просто, ну, жалко, что в других городах это получается, а в Петербурге с этим сложности. Ну, ведь наверняка бывает, что именно в Питере был самый крутой концерт, например. Бывало же такое, правда? Ну, бывает, да. Что именно здесь случился тот самый... И такой, как бы, кайф такой, ну, как бы, круче, чем там, в любом другом. Именно потому что здесь. Ну, бывает, да. Да, да. Ну, это больше связано с какими-то вот внутренними ощущениями, видимо. Не с внешним проявлением, а что-то такое, что-то произошло. Что-то здесь такое пролетело, и все это почувствовали. Ну, то есть нет такого, что вот стены, типа, греют. Есть еще такое, что вот дома играть легче, допустим, потому что стены свои, и все равно так или иначе тебя примут. Да. Это футболистам, может быть, легче так, не знаю, дома играть. Да. У нас как-то по-другому что-то. А что вы вкладываете в само понятие петербуржеца? Ну, это такое культурное понятие, как сказал, не совсем географическое. Вернее, не только географическое, да. Вот такой петербуржец – это человек, который чувствует ответственность перед местом, где он живет. И, наверное, это, конечно, есть не только в Петербурге, а в разных городах. В Петербурге, мне кажется, это всегда было наиболее ярко выражено. Видимо, потому что здесь много есть, что требует, например, защиты, да. Какое-то историческое там наследие архитектурное. Угу. И поэтому в Петербурге всегда было много вот каких-то движений по сохранению город. И уже в 2000-е годы особенно ярко это развернулось, когда сталкивались, там, вот, крупный бизнес там какой-то застроечный и какие-то организации градозащитные. И я, в принципе, в этих движениях тоже, можно сказать, что участвовал. И мы всякие акции делали. Когда-то записывали песни, например, вот, когда «Газпром» хотел построить… «Башня». «Небоскреп», да. Еще там, вот, на «Охте», где нет шансов. Да-да-да. А, я помню эту песню, кстати. Я помню, отличная акция была, да, такая. У нас песня «Город проснись» называлась. Мы такую сделали сборный проект из нескольких музыкантов-локалистов. Мне кажется, что это наиболее ярко выражено именно вот здесь, в Петербурге. А кто для вас самый петербургский и петербуржец? Есть такой человек? Из музыкантов? Вообще не имеет значения, хоть исторический персонаж. Вот кто, когда, вот, петербуржец вы так и называете какое-то имя, ну, которое вам первое в голову приходит? Оооо… Это шуточный вопрос, в каком смысле? Блок. Ну вот. Ну, наверное. Александр Блок, да? Да. Не знаю почему, но так сказалось у меня, что Блок. А есть что-то такое, что вам бы хотелось вернуть в жизнь Петербурга? Вернуть? Да. Ну, то, что сейчас ушло из, как сказать, городской среды. То, чего бы вы хотели вернуть, чтобы остался? Ну, фестивали Ленинградского рок-клуба. Например, как вариант, неплохо. Ну, почему нет, собственно говоря? Побольше, почаще. Не только… Вообще, в принципе, фестивалей побольше в Петербурге. Рок-фестивалей мне хотелось. Ну, да, рок-фестивали об этом мы разговаривали. Ну, не просто фестивалей там, понятно. Фестивалей много, а вот именно рок… Ну, да, да. Большой выбор, честно говоря. А есть ли что-то такое, что… Что бы вам хотелось изменить как раз в жизни Петербурга? Ну… Наверное, много чего можно… Город огромный, проблем много. Ну, я, например… Мне не нравится тенденция, что центр заселяется… Ну, элитное жилье делается из центра. И… В итоге, в самом, как бы, центре, в ядре города, главном, там фактически живут все больше и больше богатые люди. А богатые люди – это, в основном, приезжие люди. То есть, сами петербуржцы местные, они вытесняются вот как-то куда-то там, на окраины, в какие-то спальные районы. И это, конечно, жаль, потому что сам исторический центр города, он теряет свое… свой этнос настоящий, мне кажется. А-а-а. И это превращается там в… в какие-то бизнес-центры, магазины, рестораны и элитное жилье. Как бы, и все. Немножко жизнь из города уходит, как я считаю, из-за этого. Угу. Мне кажется, в городе все-таки… Главная ценность города – это его жители, в любом случае, ну, какая бы ни была… Архитектура. Архитектура и все такое проще. Главное – это жители и то… Ну, не этническое… Местное жительское такое настроение, которое люди в себе содержат. Угу. Все-таки город, если вот он будет пустой, у него не будет этого… Ну, или он просто будет заселен какими-то людьми, которые, в общем… Ну, город и город. Для них что один, что другой. Ну, просто место, где… где дорогую квартиру купить, там… Это… Ну, вот за это немножко обидно. Потому что… Поле именно, вот, эмоциональное и культурное население, оно откуда-то уходит. Что-то за рамки города вообще. А там оно, конечно, начинает теряться и растеять. Ну, да. И как бы все равно… И начинает свою уникальность. Да, да. Я бы в центре меньше бы транспорта сделал. Вот, может быть, так… Потому что там трудно действительно дышать. Уже… Многие города современные, они как-то решают эту проблему. В Петербурге это пока сложно сделать. Сложно дороги проложить, не знаю. Или потому что все деньги в Москву уходят. Я не знаю, почему это не происходит. Но центр перегружен автотранспортом. И это, мне кажется, тоже как-то ненормально. Ну, просто нарушена логистика транспортная. Вот и все. То есть… Впрочем, в столице то же самое. Например… Например… Не знаю, как сейчас, но помню, что раньше в Киеве по воскресеньям… Крещатик, вот их главный проспект, становился пешеходной улицей. Вообще, вот по воскресеньям там вообще не ездят. Ну, как Арбат в Москве. Круто. Вот мне кажется, такую практику надо ввести, выделить проспекты в Петербурге. Вот я тогда еще мечтал, что вот… На Невском проспекте такое устроено. Хотя бы раз в неделю. По воскресеньям. Сделать пешеходную зону, да. По воскресеньям. Люди на работу не ездят. Да, да. Пусть гуляют. Здорово. Даже… Были возможности донести это там до сведения каких-то там… Значит… Губернатор. …чиновничьих там… Советов. Но… Тогда сказали, что это технически невозможно. Что просто постановится вообще там… Город еще никуда не будет не проехать. Что тут вокзал, тут это все. Короче, на Крещатике там это проще сделать. Потому что он, типа, не связан вообще с транспортным потопом. Ну, да, да. Ну, вот. Интересно. Ну, может быть, получится когда-нибудь. Вадим, Петербургу 300 лет. Ну, с небольшим. Если бы изобрели, допустим, машину времени, в какое бы время вам бы хотелось отправиться? Конечно, в будущее. Потому что, чтобы узнать, что там будет, что будет с нашим городом. Лет через сто хотя бы или через десять. То, что было раньше-то мы знаем, в принципе. Не так интересно. Ну, так или иначе. Не так интересно. А там в будущем, конечно, может все оказаться очень плохо. А может быть, нет. Но все равно мое любопытство в данном случае перевешивает здоровый смысл. Я бы отправился на удачу в будущее, чем точно в какой-то благополучный для себя период в прошлом. Ага. Класс. Я футурист. Класс. В чем, на ваш взгляд, самый главный минус Петербурга? Ну, минус... исторический минус. Любой вообще. Любой, любой. Вот на ваш взгляд. Или сегодняшнего дня. Ну, неважно. Какой для вас минус? Может, исторический. Может, их несколько. Ну... Может быть, петербургские наводнения, которые... Ну, хотя, с которыми сейчас вроде бы как уже... Ну, побороли, да. Как-то. Справляя, справляются при помощи дамбы. Но при помощи этой же дамбы испортили экологию эфинского залива. Да. Есть воротная сторона медали. Ну, всего. Не знаю, строили бы дамбу, если бы не было наводнений в городе. Просто ради дороги. Но, наверное... Не-не-не. Ее построили именно от наводнений. И вот, насколько я знаю, она предотвращает в среднем в год порядка, там, чуть ли не 60-70 наводнений. От мала до велика. Да. Но... Тут не новая информация. Решили же строить дома. Ну, наверное... Насыпают... Насыпают... Нет, насыпают финский залив. А, ну, это вот... И теперь... Продолжение. Да, да, да. И теперь оказывается, по новым данным, что, значит, если они продолжат это делать, дамба перестанет справляться, и мы тут все утонем. Вот такая история. А-а-а... То есть, они продолжают там что-то насыпать, да. Ну, вот там, такие вот сейчас движения. Ну, вот это Алши. Ну, ну... Да, Алши. Это Алши из предпринимателей, которые, на самом деле, много чего губят в этом мире. Конечно, не хотелось бы, чтобы наш город пострадал от толщины застройщиков. Ой, да. Хотели бы вы, чтобы столица снова переехала в Петербург? Вот такой вопрос очень непростой, потому что, в принципе, город рассчитан, строился для того, чтобы быть столицей. Он был долгое время столицей, и когда он перестал быть столицей, то он начал... Появилось много проблем. Начал немножко даже, как бы, погибать. Угу. Потому что он, ну, рассчитанный на столичный статус, и здесь не хватает, и здесь не хватает. Если бы было столицы, хватало бы много чего. Вот поэтому, казалось бы, жаль, что у Петербурга отобрали столичное звание. Но, с другой стороны, это то здесь стала культурная столица, что, в принципе, в обычной столице, наверное, было бы сложнее осуществить. Потому что, опять же, наличие там огромных финансовых каких-то потоков, там, бизнеса, то, что все в Москве сосредоточено, банки. И, ну, слава богу, что Петербург немножко от этого разгружен. Здесь как-то свободнее дышится. Только бы, хорошо бы, чтобы они вообще поменьше сюда лезли со своими банками и бизнесом. Вот, мне так кажется. Городу было бы лучше. Хорошо, что, вот, например, на месте не шанса тогда не построили газоскреб. Но вся эта история показала, что это, в принципе, реально и может быть что угодно. И огромные какие-то деньги, они могут, в принципе, все перешибить. Даже общественный протест. Потому что на их стороне государственная власть, на их стороне силовые все рычаги. Вот, так что, будем надеяться, что у нас здесь все-таки, если и столица, то культурная пусть. Пусть так и будет. Пусть так и останется. Если не Петербург, то какой город? Страны или мира? Мира. Ну, я не так сильно много бывал в разных городах мира. Хотя кое-где бывал. Но мне нравится Берлин. Берлин. Вот. Он как-то созвучен. Он во многом похож на Петербург. Как это ни странно, казалось бы, это такие ассоциируются, что это какие-то военные противники, да? Ну, нет. Он, конечно, похож. На самом деле, по какому-то заряду своему город похож на Петербург. Да, вообще, он мне нравится. У меня любимый фильм всегда был Дима Вендерс и небо над Берлином. Небо над Берлином. Огромное спасибо. Спасибо вам. Прекрасная была у нас беседа, как мне кажется. Друзья, подписывайтесь на наш канал Код 812, смотрите 12 вопросов, ставьте лайки, колокольчики и так далее. Главное, что я хочу сказать, что у группы Электропартизаны 23 числа в клубе Время Н состоится сольный концерт. Приходите. 23 мая. Да. 23 мая, да. Пока.